Итак, друзья мои, всем привет! Сегодняшняя задача в том, чтобы выгнать всю воду из системы отопления для того, чтобы переделать трубы. И теперь вопрос, как нам это сделать? Если у нас трубы находятся ниже уровня пола, нам нужно каким-то образом вытащить оттуда всю воду для того, чтобы перепаять трубы. Но как это сделать? Вопрос, конечно, интересный. Я знаю ответ. А вы знаете ответ на него? Нет? Ну тогда смотрите. Серега, вопрос к тебе. Как это нам сделать? Значит так, отрезаем трубу, со всей силы дуем туда, и вода потекает с обратной стороны. Отлично, хорошее решение, но мы сделаем все просто. Вот у нас две трубы. Вот это у нас отопление. Раз. Вот это у нас отопление 2. Ну то есть это обратка, это у нас подача. Мы перекрываем вот эти два кранчика для того, чтобы перекрыть доступ воды в систему отопления. А вот эти вот две трубы, это у нас идет на теплый пол. Мы их оставляем. Теперь подходим к первой батарее, которая у нас есть, откручиваем гайки, но предварительно перекрываем кран. С той стороны тоже. И для того, чтобы выдуть воду из системы отопления, будем использовать пылесос. С пылесосом мы задуваем в трубу и выгоняем в воду. Вот такой вот простой и нехитрый способ, как избавиться от воды в системе отопления, которая находится у нас здесь. Я уже один раз использовал данный способ для работы, и теперь я буду использовать его еще раз. Так что смотрите, кому-то будет полезно и нужно. Работаем. Берешь, откручиваешь вот эту гаечку, вот, ключиком, да, разводным. И в водичку сливаешь бедро. В другую сторону крути, в другую сторону крути, да? Вверх. Хоп. Все. Давление в батарее скинул я уже через кран Маерского. Теперь нам нужно просто слить воду с этой батареей. С остальных батареей не будем сливать, потому что мы будем их с них тоже выгонять. Вот такая вот вода в системе отопления частного дома. Немножко ржавая. Так, прикрываем. Где у нас еще тазики? А теперь тоже самое проделываем с другой батареей на другом конце дома. Открыли, слили. И батарею сняли. Итак, почему нам недостаточно просто слить воду из батареи, открыв краны? Потому что нам как раз нужно перепаивать вот в этом месте. А это нижняя точка. Соответственно, вода там всегда будет. Поэтому нам нужно абсолютно осушить данную трубу, чтобы вода во время пайки нам не мешала. Поэтому сейчас мы будем подключать пылесос к любому крану с этой или с этой стороны. И выдувать воду из системы водоснабжения. То есть отопления. И соответственно, там, 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 в дальней комнате будет стоять Терега, который будет с ведром принимать воду, которую я буду отсюда выдувать. Вот такой вроде простой, нехитрый способ. Значительно облегчает работу сантехника, когда нужно делать вот такие вот дела. Ну и обязательно, соответственно, нужен пылесос, который работает на выдув. Многие пылесосы у нас работают только на вдув, поэтому он не всегда подходит. Лучше использовать пылесос, у которого есть два выхода. Один выдув и один вдув. Вот Декстер как раз такой пылесос, который нам поможет выдуть систему и систему воду. В общем, так как у нас нет специальных переходников для того, чтобы подключить шланг пылесоса к резьбовому соединению крана, мы используем обычный армированный скотч. Вот так вот приматываем плотненько и потом будем, открывая кран, включать пылесос для того, чтобы он задувал в воздух систему и там он, короче, где-то его выдувал. Вот такой вот, в общем, лайфхак с использованием скотча. Ну и с обратных сторон тоже вот прикрутили вот такой вот уголок с кранчиком. Открываем кранчик и отсюда будет у нас вот так вот кичь вода вот в этот вот ревуар. Ну потом ведро, ведро и на улицу. Кранчик закрываем, ведро сливаем. И так, сейчас у нас пылесос работает на выдув. Да, у нас вот сейчас вот кран подключен. И все работает на выдув. Серега там принимает воду. Ну и так, в общем, у Серегы там все нормально у меня тоже. Пойдем посмотрим. Че? Течет? Течет. Вот видишь, как классно. Вот. Пылесос гонит давлением, выгоняет воду из системы. Да, пылесос прям там напрягается во всю. Давайте опять я отключу пылесос, чтобы можно было воду слить. Вот. Пошел обратно. Вот так, в общем, работает данная примочка, приспособление для того, чтобы выгнать воду из системы. Итак, когда же мы пойдем, поймем, что у нас вода в системе закончилась. Тогда, когда вместо воды из той трубы, с того конца пойдет просто воздух. Потом мы выключаем пылесос, ждем еще какое-то время. Чтобы вода еще раз осела. И еще раз проделаем ту же операцию. Ну че? Все? Вот теперь вот идет уже вода с воздухом, но вода там еще есть, поэтому нужно ждать, пока полностью вода не прекратится. Иначе она может нам вот этот трубер где-нибудь помешать. Ждем. И так, в общем, вода у нас в системе закончилась, теперь мы можем приступить к демонтажу и монтажу систем отопления уже по новой ветке, по новой схеме. Кстати, такой вот небольшой лайфхак для тех, кто не хочет, чтобы вот такие вот краны Маярского потерялись, вы можете их вот здесь вот спрятать, вот сюда вот положить, вот в это место. И они у вас будут всегда под рукой, потому что если их оставлять здесь, то они могут упасть и потеряться. А так вот, при необходимости мы ее достаем. Короче, достаем, откручиваем и нормально воздух спускаем. А теперь мы снимаем батареи и переделываем. Ну, в общем, переделываем систему отопления, делаем ее через стенку. Вот такие вот у нас тут загигулины получаются. Это у нас такой вот небольшой компенсационный участок, он даже не компенсатора, просто для удобства пайки сделали вот такие вот завороты. Потому что на прямой трубе паять, муфтировать не очень удобно. Ну, как бы на саму работу, способность данной системы это никак не повлияет, так что ничего страшного в этом нет. Для удобства просто мы делаем вот так вот. Все, в общем, делаем батарею в одно за другое, здесь уже сделали. Здесь у нас без батареи, пока сделали просто тоски. Ну, заказчик сказал, если что, если не будет хватать температуры, мы просто здесь потом впаяем. А пока будет без батареи. Это у нас кухня. Так, тот участок пока не делали, пылесос подключен на всякий случай, но воды в системе уже нет, так что с помощью пылесоса мы выдали воду из системы. И все у нас нормально. Работаем.